40 лет назад Суэцкий залив был полностью очищен от мин. В боевом троллине принимали активное участие моряки-тихоокеанцы. 11 ноября непосредственных участников тех событий наградили грамотами и ценными подарками. Торжественное собрание прошло в Центре культуры и искусства «Спутник». Все подробности далее. Далекий 1974 год. Отряд советских кораблей в составе 27 единиц, в том числе противолодочного крейсера «Ленинград», большого противолодочного корабля «Скорый» и отряда тральщиков по просьбе правительства Египта начал боевое троллине Суэцкого залива. Район площадью 1250 квадратных миль полностью очистили от мин. 11 ноября 1974 года залив был открыт для безопасного плавания судов. Этот день и считается датой окончания боевого троллина в Суэцком заливе и канале. Выразить слова благодарности, поскольку люди, которые не представляют, что такое боевое троллине, они считают, что если снаряды не летят, значит это не война и риска для жизни нет. А жизнь показывает, что вот именно небольшие тральщики и морские, и базовые тральщики, те, которые, в принципе, порой офицеры и мичманы с больших кораблей и не считали за корабли, но они выполняли очень важные задачи и выполняли эти задачи с риском для жизни. Аркадий Афанасьевич Алиница был непосредственным участником тех событий. 30-летнему парню, помощнику капитана и его товарищам, приходилось работать в тяжелых условиях. Не было карт, установки минных полей, отсутствовали гидрографические данные. Приходилось работать круглосуточно при сильных штормах и жаре свыше 50 градусов. «Были обрывы буксиров, экипажи работали, было измывало, старшего помощника одного из тральщиков, который мы вели, за борт смыло, чтобы создать буксир. Его нашли, спасли. Спасибо экипажу, тральщика. Так, работа, здесь работа. Это очень хорошо, то, что не забывают такие события. Кроме этого, вспомогательный флот наш работал очень много и по разминированию, и по подъему порта Чедагонг, республика Банадеш, работа во Вьетнаме, наших вспомогательных судов, работа по обеспечению кораблей постоянно ведется. Здесь, на флоте у нас, в заливе Стрелок, все вот эти буксировки, перестановки, швартовки, это все обеспечение и работа вспомогательного флота». Первыми операцию по разминированию Суэцкого залива начали водолазы Тихоокеанского флота. Спускаться на дно водолазам приходилось в мокром варианте. Аквалант, класты, перчатки, водолазный нож. И это при том, что здешние воды кишили акулами. Красное море только на первый взгляд казалось спокойным. В действительности оно бурлило и закручивало свои воды между подводными коралловыми рифами. Из-за этих особенностей командиры кораблей, отвечавшие за четкое прохождение тральщиками каждого нового галса, были лишены права на ошибку, которая могла привести к гибели экипажа. «От района, в котором работали тихоокеанцы и черноморцы, американцы всеми своими фьюрами отказывались, потому что, правильно Александр Сергеевич сказал, во-первых, эти мины набросали непонятно где и как, непонятно с какой установленной кратностью. Это, во-первых, сложнейший рельеф дна, кораллы, изменения от рельефа и прочее, это накладывало очень большие сложности. И, конечно, то, что мы ввязались в эту драку, будем так говорить, успешно выполнили задачи, это огромная заслуга тех моряков, вас, сидящих здесь, которые в сложнейших метеорологических условиях, потому что тот район сам по себе сложен с точки зрения метеорологии, ветра постоянные, штормовая погода, не говоря уже о заре там и так далее, и так далее. Сложнейшее техническое обеспечение, потому что египтяне относились к этому очень, будем так говорить, не с распростертыми объятиями, все приходилось делать сами. В этот день ветеранов флота, принимавших непосредственно участие по выполнению боевой задачи в Суэцком заливе, наградили грамотами за мужество и высокий военный профессионализм, а также вручили ценные подарки. Вряд ли кто-то оценит по достоинству из нынешнего поколения, даже, как сказать, в средствах массовой информации этот эпизод не очень-то освещается, к сожалению. Но пока мы живы, мы будем помнить, знать. На торжественном собрании Виктор Изосимов поручил еще два членских билета вновь вступившим в ряды организации ветеранам флота – Оленице Аркадию Афанасьевичу и Рубец Юрию Павловичу. Стоит отметить, что сейчас Фокинская общественная организация ветеранов боевого братства насчитывает порядка 38 человек.